МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Алексея Вербицки и сейчас о главных событиях этого дня. Из-за парты в больницу в Перворайской школьнице едва не погибли, отравившись неизвестным веществом. Контроль качества глава Перворайска проверил, как идет реконструкция насосно-фильтровальной станции и строительство физкультурного комплекса в поселке Белимбай. Новый порядок медосмотров начал действовать в России. Диспансеризацию теперь можно проходить каждый год. И это еще не все изменения. В Перворайске две школьницы оказались на больничной койке после курения. Ученицы девятого класса отравились неизвестным веществом, которое, предположительно, было в сигаретах. Завучу девушке успели рассказать, что опасным веществом угостил знакомый. Подробности у Елены Пряхиной. Инцидент произошел сегодня утром в одной из школ микрорайона Динос. После первого урока две школьницы обратились к педагогам с жалобами на тошноту и головокружение. У девушек была бледная кожа и замутненные глаза. Школьный медработник попытался привести их в чувство с помощью нашатыря, но девятиклассницам потребовалась госпитализация. К моменту приезда бригады скорой помощи, медицинский работник школы уже в сознание их привела, оказал необходимую помощь. Предварительный диагноз – ингаляционное отравление неизвестным веществом. Была установлена капельница, и девочки были доставлены в стационар. Педагогам школьницы рассказали, что еще до начала уроков попросили закурить у знакомого, тоже ученика этой же школы. Парень угостил их сигаретами, возможно, они и стали причиной отравления. Учителя говорят, что девушки учатся хорошо, не прогуливают, и раньше не были замечены в курении. Я вижу, что девчонки действительно побледнели, быстренько пригласили врача. Медсестра наша школьная подошла, принесла нашатырный спирт, начала у них быстренько мерить давление. Сказала, что Татьяна Михайловна, я не знаю, что произошло, покурили они или еще что-то, давайте будем вызывать скорую помощь. По словам медиков, здоровью девятиклассниц сейчас ничего не угрожает, но их решили не отпускать домой, как минимум до завтра. А в школе сейчас ждут проверку. Делом заинтересовалась полиция. Сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних сейчас предстоит выяснить, какое вещество курили школьницы. Если выяснится, что это запрещенный препарат, возможно, поставят на учет. Елена Пряхина, Руслан Гаскаров, Новости, Первоуральск. Сегодня глава Первоуральска проверил, как идет реконструкция насосно-фильтровальной станции и строительство физкультурного комплекса в поселке Белимбай. Рабочие отчитались, на станции водоочистки уже готовы монтировать оборудование, а спорткомплекс вырастили до крыши. На стройплощадке физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Белимбай работы идут по 10 часов в сутки. Сейчас строители делают опалубку, чтобы заливать межпанельные швы. Уже закончили монтаж металлического каркаса, вокруг которого вырастут стены. Часть фундамента для них уже залили. Планировали начать кладку стен из газозолоблоков. Ждем еще трое суток, когда бетон наберет проектную прочность. После этого начнем только возводить. Сегодня сюда с проверкой приехал глава Первоуральска Игорь Кобец. Строители отчитываются. Сделали перекрытие, провели систему канализации и ведут работы на втором этаже. Глава напоминает рабочим, что возведение ФОКа еженедельно курирует не только он, но и губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. За эту неделю сделали отсыпку и провожили канализацию по одному из помещений. Она на сегодня испытана. Сегодня провели испытание, пройдут отсыпку. Работы идут в графике. Такое внимание со стороны властей обусловлено тем, что спорткомплекс должны были сдать еще в сентябре прошлого года. Но тогда рабочие сильно затянули стройку. Это вызвало возмущение у местных жителей. В администрации приняли решение расторгнуть контракт и заключить новый, с другой компанией. Сразу после ФОКа глава едет на насосно-фильтровальную станцию. Здесь сегодня тишина. Строители начали прокладку системы отопления, но работы были приостановлены. Есть некоторые отставания, которые связаны с поставкой материала, на чем было уже указано подрядчику. Сегодня все материалы мы смотрим на площадке, на стройплощадке присутствуют. Я думаю, что с завтрашнего дня начнут монтаж уже системы отопления. По проекту на первом этаже станции установят насосы. В сутки они будут подавать на фильтры 6 тысяч тонн воды. Первый мембранный фильтр уже работает. Ежедневно он очищает 2 тысячи кубометров воды. До конца года здесь смонтируют еще две установки. Их уже приобрели и доставили в город. Монтаж оборудования. Там очень долго идет пусконавадка. Пусконавадочная работа. То же мы оборудование, которое находится в Первоурайске, все установим. Затаровать все начнем. По окончании монтажа новая станция будет ежедневно подавать в город 6 тысяч тонн очищенной воды. Но на этом реконструкция не закончится. Администрация планирует увеличить объем фильтруемой воды до 36 тысяч тонн в сутки. Дмитрий Коньков, Александр Захаров. Новости Первоуральск. Во многих уральских городах уже отключают отопление. Так, например, батареи остыли в некоторых районах Екатеринбурга. В Первоуральске подачу отопления прекратят, когда на улице установится стабильная температура выше 8 градусов. Традиционно первыми подключения попадут здания, собственником которых является муниципалитет, но в больницах, школах и детских садах отопление сохранится. Решения об отключении этих учреждений будут принимать самостоятельно. Жилые дома управляющие компании начнут отключать по районам. Полностью подача отопления в Первоуральске может прекратиться 15 мая. После этого коммунальщики приступят к ремонту городских теплосетей. Диспансеризацию теперь можно проходить ежегодно. С сегодняшнего дня начинает действовать новый порядок проведения медицинских осмотров. Увеличился и список обследований. Теперь россиян будут проверять в том числе на онкологические заболевания. Ежегодно проверять состояние здоровья смогут россияне старше 40 лет. Раньше так часто проходили диспансеризацию только люди предпенсионного возраста. Это пенсионеры и инвалиды. К списку исследований добавится скрининг и группа анализов, позволяющих выявить онкологические заболевания на ранних стадиях. А вот граждане от 18 до 39 лет будут проходить диспансеризацию, как и прежде, раз в три года. Их также проверят на рак, но уже с помощью визуального осмотра. Изменения вступили в силу уже сегодня. Движение на трассе Перми и Катерембург ограничат на три месяца. С сегодняшнего дня там начался ремонт дороги. Планируется заменить верхний слой асфальта. Работы продлятся до конца августа. Первый участок, где будут проходить работы, дорога от Якады до поворота на Перворайск. На время ремонта, чтобы не создавать сложности автолюбителям, трассу планируют перекрывать частично, оставив движение по одной полосе. На втором участке, это между Бесертью и селом Кленовое, установят светофоры, чтобы организовать реверсивное движение. Рабочие просят водителей планировать маршруты, выезжать не в час пик и по возможности искать объезда. Так как в предыдущие годы летние ремонты трассы становились причиной больших пробок, которые растягивались на десятки километров, особенно в выходные. Клещи в майские праздники покусали почти 40 перворайцев. Девять из них дети. За помощью в медучреждения обратились жители поселков Белембай, Слобода и Пильная. Примерно половина из них оказались непривиты. Тем, кто без прививки, поставили иммуноглобулин. Клещи извлекли, отправили в лабораторию. Сейчас исследуют на предмет инфекции энцефалита и боррелиоза. Результат станет известен через несколько дней. Медики советуют прививаться, а за городом пользоваться защитными средствами. При этом напоминают, что впереди длительные выходные и просят не пренебрегать безопасностью. Уже завтра, в родительский день, многие перворайцы отправятся на кладбище, а там напоминают специалисты. Территория не обработана, и есть риски принести домой клещей. Песни и стихи военных лет сегодня звучат в Первоурайске. В преддверии Дня Победы для ветеранов новотробного завода устроили праздничный концерт. Во время войны была в Курской дуге, в Капале окопы. После войны завербовалась в 1946 году на завод. Проработала 50 лет. Труженику тыла Антонине Мефодиевне сейчас 92 года. Из них полвека она работала в трубопрокатном цехе. За это получила звание ветерана труда. Сейчас в Первоурайске 11 тысяч новотробников, среди которых есть и труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей и участники Великой Отечественной. Сегодня в зале Дворца культуры новотробного завода собрались почти 600 человек. Для них со сцены звучали песни военных лет. Этот концерт для ветеранов подготовили сотрудники новотробного завода и депутаты Городской думы. На протяжении 2-3 недель проезжали по домам и поздравляли 24 человека. Это ветераны Великой Отечественной войны. Их осталось 11 человек. Труженики тыла. Он был лично знаком с Чапаевым и Джержинским, побывал в плену и чудом выжил, пройдя две войны. Жительница Первоурайска по крупицам воссоздает биографию своего деда Николая Колпашникова. Интересными фактами она поделилась с нашей съемочной группой. На этой фотографии находится мой знаменитый дед Колпашников Николай Степанович, рядышком с Держинским. Светлана разбирает семейный архив, фото сделанный почти 100 лет назад. Это, например, в Кисловодске, куда начальник областного НКВД Николай Колпашников в 1931 году отправился на отдых. За хорошее несение службы, за поимку очень серьезного бандита презентовали их путевочкой. Вот это вот как раз фотография. Это тоже снимок начала прошлого века. Здесь Николай Колпашников рядом с Чапаевым. Накануне тот сбрил свои знаменитые усы, рассказывает внучка Светлана. Фотографировались за несколько часов до нападения белогвардейцев. В гражданскую войну Николай Колпашников получил несколько ранений, выжил чудом. А вот Великую Отечественную пули обошли стороной. В 1941 году их направили на фронт, на защиту Брестской крепости. И вот они с небольшим отрядом выбивались, выходили из окружения и попали в плен. Июнь 1941 года. Оборона Брестской крепости. Это было одно из первых сражений Великой Отечественной. Это были ожесточенные бои. Без воды и продовольствия, медикаментов, боеприпасов советские солдаты противостояли ураганному огню со стороны фашистов. Более тысячи человек попали в плен. В их числе и офицер Николай Колпашников. Позже, освобожденный красноармейцами, он продолжил службу на китайской границе. Сейчас внучка по крупицам воссоздает биографию деда. В память о своем деде Светлана примет участие в шествии Бессмертного полка. Пройдет в общей колонне с фото, сделанным более ста лет назад. Этот и другие снимки хочет сохранить для внуков и правнуков. Говорит, для того, чтобы будущие поколения гордились подвигами своих родных. Николай Свердлов, Алексей Вербицкий, Руслан Гаскаров. Новости Первоуральск. На этом наш выпуск завершен. Об интересных событиях сообщайте нам по телефону 64-9292. С вами был Алексей Вербицкий. Всего доброго и до встречи.